МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Флориде преступник открыл огонь во время турнира по видеоиграм. Что говорят правоохранители и почему молчат о мотивах стрелка? Итальянский гнев. Чем правительство страны угрожает Евросоюзу? И чем могут обернуться угрозы? В Украине провели испытания нового двигателя, который будут использовать в энергетике. Это уникальная разработка, которую могут похвастать далеко не все страны, отметил президент. Петр Порошенко сегодня побывал в Николаеве с рабочим визитом. Также президент присутствовал на тестовых испытаниях двигателя. Подробности расскажет Марина Михайловская. Сегодня на заводе Заря Машпроект прошли испытания новой мощной турбины, аналогов которой нет в мире. Ее мощность 32 мегаватт, разрабатывается в четырех модификациях. Может использоваться в энергетике, газотранспортной сфере, а также в составе корабельных энергетических установок. На испытаниях присутствовал и президент Петр Порошенко. По его словам, создание турбины – демонстрация потенциала Украины. Это только начало. Потому что строительство новых электростанций, Гатинской и других, будут, сейчас есть три, будут еще четыре агрегаты. Но я думаю, что общий объект замовлений за 2-3 года достигнет больше 2,5 миллиардов гривен. Это деньги украинского замовленника, которые финансируют украинского виробника. А это уже Николаевская область. Трасса Калиновка-Снегиревка. Четкая разведка, ровное покрытие. Еще недавно этот участок иначе как направлением не называли. Чтобы оценить качество, глава государства решил сам проехаться за рулем. Почти 50 километров дороги ремонтировали больше года. Если раньше мы за 2 часа не могли добраться до областного центра, то сейчас мы за 40 минут добираемся туда без проблем. И связок значительно улучшился. Это и медическая помощь, тяжко хворим, и для детей. Дорожники признают, проблемы есть. Но виноваты во всем подрядчики. Подрядники, которые, на жаль, на сегодняшний день набирают себе очень много объемов работы, потом не знают, как с техникой, куда ее влаштовывать. Если вы боретесь с обладнанием, если вы боретесь с терминами, если вы обещали президенту, что она будет построена, условно говоря, 27-го, а построим через 2 месяца, будете нести ответственность. Так или нет? Потому что 2 месяца, когда нет вражения, когда дети не могут доходить до школы, когда мы... А почему мы тогда построили? Когда вы брали участие в тендере, вы же обещали? Представитель подрядчика пообещал завершить работы в полном объеме. Через месяц. Марина Михайловская, Алексей Уманский, телеканал Интер, Николаевская область. Один военный получил ранение после обстрела боевиков на Донбассе. Всего противник 7 раз атаковал позиции объединенных сил в районе Крымского, Луганского, Южного, Гнутого и Водяного. Под постоянным огнем жители поселков на западных окраинах Донецка из прифронтовой Красногоровки. Репортаж Руслана Смещука. Горелая степь до воронки с гильзами повсюду. В прямой видимости блиндажи боевиков. Это передовые позиции под Красногоровкой. Последние дни здесь наблюдается обострение. Противник, используя как прикрытие международных наблюдателей, перевооружил свои позиции. Военные рассказывают, во время эскалации тут уничтожили грузовик и не давали эвакуировать раненых. Но даже под шквальным вражеским огнем вот эти четверо мужчин сумели спасти одного из раненых из машины. Вели прицельный огонь по автомобилю, потому что было слышно, как идут рикашеты. Мы впали на землю, пока перележали. Мы подповзли, положили его на силки и начали проводить эвакуацию. Достаётся тут и местным жителям. Від позиции наших военнослужащих до ближних будинок, где жители Красногоровки, щонайменше тысяча метров. Приходи в основном идут туда. Про что это свидетельствует? Это свидетельствует только про, первое, непрофессионализм военнослужащих, орков. А второе, про то, что они нехтуют всеми гуманитарными законами и стреляют в мирных жителей. Они не могут помилиться на тысячу метров. Окраина Красногоровки – улица 8 марта. Именно по ней ударили реактивные гранаты и снаряды боевиков. И теперь вот такие кучи шифера лежат практически возле каждого двора. Сосед говорит, ложитесь, сейчас летит. И оно летело вот так вот. Больше года прошло, вот опять началось. А те, кто живёт поближе к фронтовой части города, только и успевают, что латать разбитые крыши. Да это постоянно, вы что? Вон двое детей, одному два месяца. Что там Захарченко объясняет, что они не стреляют? Долбят постоянно. Постоянно детей хотя бы пожалели. Вот, только шифер поменяли. Вон всё в осколках, кто не стреляет. Сейчас тут ждут очередного, так называемого, школьного перемирия. Может быть, хоть тогда перестанут стрелять по городу. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Антон Чиженко. Подробности – телеканал «Интер». В Украине более полутора миллионов переселенцев из оккупированных Крыма и Донбасса. И это только официальные данные Минсоцполитики. Из-за конфликта на Востоке эти люди стали особой категорией украинцев. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил директор Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрей Ермолаев. Среди главных проблем – низкие доходы, плохие условия жизни, а также трудности с поиском жилья и работы. По мнению экспертов, реинтеграция Донбасса должна стать главной задачей в новом политическом сезоне. Эффективный и быстрый план по возвращению Донбасса в состав Украины по планам так называемых реинтеграций ушел в прошлое. На повестку выходит совсем другая задача – управляемый переходной период. Его логистика, разработка последовательности действий всех сторон, включенных в конфликт, пожалуй, задача номер один осени 2008 года. Большой переходной период, который позволит создать предпосылки для плана реинтеграции. Чем быстрее начнутся переговоры в рамках существующих форматов Минского-Нормандского о подготовке переходного периода, где миротворческие действия будут лишь первой предпосылкой, тем быстрее будет обеспечен как минимум мирный режим в зоне конфликта. Конфликт между владельцем Марселор Миттл Кривой Рога и трудовым коллективом рассмотрят в британском парламенте. Об этом сегодня заявил нардеп Сергей Каплин. Напомню, весной рабочие объявили забастовку. Главной причиной протестов стали плохие условия труда и низкие зарплаты. Однако людям не удалось найти общий язык с руководством. Вместо улучшения условий труда компания подала судебный иск. Дела рассматривают в Киевском окружном суде. Сегодня судья решил, что слушания пройдут в закрытом режиме. Мы готовы вместе с трудовым коллективом, если и дальше будут нарушаться наши трудовые права, вместе с горожанами Кривого Рога, выйти пешком с Кривого Рога, с завода, с проходной, и идти до самого Киева, идти к посольствам Соединенных Штатов Америки, Великобритании, идти к Верховному Союзу и Кабинету Министров и демонстрировать всему миру, что, во-первых, есть профсоюзное единство в нашей стране, люди труда невероятно объединены и очень серьезно настроены бороться за свои права. А если и дальше будут попытки закрыть это заседание, выставить за дверь тех, кто защищает права простых людей, и людей труда, профсоюзы и так далее, мы готовы выходить маршем труда, подчеркиваю, маршем труда, с этого предприятия и других предприятий по всей стране, и защищать таким образом этих людей. Коллектив налаштованный на то, чтобы домогтися решения вопросов, и профсоюзы, и так же, как представители людей на нашей работе. Какие вопросы? Это увеличение зарплаты, решение социального диалога, здоровые вопросы, и взаимодействие с профсоюзами. Элементарные вещи. Поважайте наши законы, дотримайтесь международных норм и стандартах, и коллектив вам скажет спасибо. Америка прощается с Джоном Маккейном. Семья определила дату и место последней церемонии. Однопартийцы предлагают оказать почести, которых в истории Америки мало кто удостаивался. Почему Дональд Трамп даже после смерти не простил Маккейна, и какой его приказ шокировал страну, знает Дмитрий Анопченко. Пока что с ним прощаются лишь самые близкие. Родные и те, кто сдружился с сенатором Маккейном за более чем полвека его работы в Конгрессе. А со среды, так решила семья, дадут попрощаться простым американцам. Гроб с телом политика выставят в Капитолии штата Аризона, затем в местной церкви, потом перевезут в Вашингтон. Уже в пятницу сюда, в ротонду Капитолия, устремятся люди, чтобы принести цветы, и, возможно, сказать последние слова Маккейну, попрощаться с ним за всю историю с 1824 года. Если не считать солдат, погибших на полях сражений, а говорить именно о политиках, такой чести Америку удостаивало только тридесятка человек. Сложно представить человека более достойного такой чести. Я рад, что у американцев будет возможность отдать дань уважения этому герою и государственному деятелю. Написал в твиттере спикер палаты представителей Пол Райан. Вот только слово «герой» употребили лишь в Конгрессе. Произносить его в отношении Маккейна аппарату Белого дома запретил Трамп. Как выяснила газета «Вашингтон-Пост», президент распорядился не публиковать уже готовый текст соболезнований. Хотя на этом настаивали и пресс-секретарь администрации Сара Сандерс, и глава аппарата Джон Келли. Узнав из новостей о смерти Джона Маккейна, сотрудники аппарата Белого дома мгновенно подготовили заявление, в котором выражали соболезнования, писали о героизме, который сенатор проявил во время Вьетнамской войны, будучи в плену, о том, как он служил в своей стране. Но Дональд Трамп неожиданно разнервничался и раскричался. По данным газеты он сказал подчиненным, мол, не нужно ничего публиковать. Достаточно того, что я уже в Твиттере написал. В итоге, неслыханное дело. Белый дом до этого момента так и не сделал официального заявления в связи со смертью Маккейна. По-человечески главу государства еще можно понять. Сенатор очень жестко критиковал и кандидата Трампа, и президента Трампа. Последней каплей стало его предсмертное распоряжение, дескать, Дональда Трампа на мои похороны не звать. Но как политик он все же допустил ошибку, и очень большую. После смерти, особенно учитывая, как долго и тяжело Джон Маккейн боролся с болезнью, общество полностью на его стороне. Даже самые ярые сторонники Трампа считают такой эмоциональный порыв президента неправильным и недостойным. И старый принцип о тех, кто ушел, или хорошо, или ничего, в данном случае совсем не применим. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Стрельба в американском штате Флорида. Два человека погибли, более десятка ранены. За последние три года это уже третий случай массового расстрела. Что произошло на этот раз? Далее в сюжете. Это произошло в развлекательном центре города Джексон Вилл в штате Флорида во время турнира по видеоиграм. Мужчина открыл огонь по участникам соревнований. Два человека погибли на месте. Двенадцать ранены. Еще столько же получили травмы, когда убегали с места происшествия. Сам нападавший застрелился. Мы видели, как люди бежали оттуда и кричали. Среди них были раненые. Я видел девушку, которой попали в ногу. Я видел мужчину с пулевым ранением. Он был очень испуган. Все были в ужасе. Мой знакомый был внутри, когда началась стрельба. И сразу убежал оттуда. А двое его друзей погибли. Знакомому все время звонит мама. А он не знает, что ей сказать. Как ей все это объяснить. Потому что это просто безумие. Я как раз делала смузи, когда услышала шум, а затем выстрелы. Пришла охрана и приказала мне спрятаться и не выходить. Когда все закончилось, меня повели к другим свидетелям, чтобы допросить. Там на полу я увидела чье-то тело. У какого-то парня вся одежда была в крови, а у остальных людей кровь на обуви. В полиции уже идентифицировали стрелка. Однако причины ЧП не комментируют. По предварительным данным, подозреваемый 24-летний Дэвид Кац из Балтимора, штат Мэриленд. Я не могу сейчас обсуждать мотивы его поступка. Расследование еще продолжается. В нем также участвует ФБР. Между тем, издание Лос-Анджелес Таймс сообщило, нападающий сам был участником турнира по компьютерной игре Мэдден-19. Это симулятор американского футбола. Но проиграл, поэтому и открыл огонь. В доме стрелка в Балтиморе полицейской провели обыск. Сейчас проверяют его связи с террористическими группировками. За последние три года во Флориде это уже третий случай массовых расстрелов. Два года назад в ночном клубе в Орландо были убиты 49 человек. А полгода назад во время стрельбы в школе в городе Паркленд погибли 17 человек. Ирина Иванова, Екатерина Кровец. Подробности телеканал Интер. Полиция разогнала антиправительственный митинг в центре Кишинева из-за подготовки к празднованию Дня независимости Молдовы. Люди протестовали на площади еще со вчерашнего дня. Оппозиционеры требуют отставки правительства, отмены закона об амнистии капитала и признании действительными выборов мэра Кишинева. Улицы в центре города перекрыты. Площадь, где собирались митингующие, охраняют полицейские. Нынешняя власть пытается убедить европейцев, американцев и других партнеров, что она принесла стране мир и стабильность. Да, у нас спокойно, но это как гробовая тишина. Люди живут в темноте и страхе. Вот настоящее лицо режима, которому мы должны сказать до свидания. Чаша нашего терпения переполнилась. Мы требуем справедливости. Мы хотим жить и работать здесь. Жить так, как люди в Европе. А не ездить на заработки за границу. В Одесской области, в селе Шаба, полиция проводит проверку в связи с пожаром на виноградники местного винодела. Правоохранители сообщают, никаких признаков поджога пока не обнаружили, а сама территория больше похожа на заброшенное поле с сухой травой и диким виноградом. Пожарные добавляют, из-за жары риск возгораний крайне высокий. Протест отчаяния в Черкасской области. Местные жители перекрыли трассу государственного значения уже полгода. Люди просят залатать ямы. В облафтодоре обещали, что с наступлением лета начнут работы и позавчера обещания все же выполнили. Правда, ездить по дороге стало еще опаснее. Почему, расскажут наши корреспонденты. Вот так выглядит дорога регионального значения Киев-Фастов-Звенигородка. Везде многочисленные латы и ямы. Целых участков просто не осталось, уверяет Назар. Говорит, самый ужасный отрезок именно в Лысянке. Были даже такие моменты, что тут в одну сторону по 20 машин с колесами стоят и в другую. Причина – интенсивное движение перегруженных фур. Они разрушают и окружающие дома, ведь дорога тянется почти через всю Лысянку. Если фура туда и сюда идет, разминуться не может и под веками. Вот тут мы каменцы наложим, а их прицепы здоровья. Капитально трассу не ремонтировали как минимум лет 10, говорят жители. Люди не раз уже просили областных дорожников хотя бы залатать ямы. И даже весной перекрывали дорогу. Сразу после акции активисты получили вот такое письмо. Позавчера облафтодор все-таки начал работу. Частично засыпали ямы огромными камнями. Из-за этого возмущенные горожане снова перекрыли дорогу. Через час после начала акции протеста к людям приехал заместитель начальника областной службы автомобильных дорог. Чиновник заверил, участок от Звенигородки до Лысянки уже залатали. На дальнейшие работы не хватило денег. Поэтому используют щебень. Это темчасовая мера для того, чтобы забеспечить проезд. Я так понял, что было... Потому что машины в средние диски ходят и щебень летают. Разрешено ли такими камнями засыпать ямы на дорогах, наша съемочная группа решила выяснить у областных чиновников. Мы привезли образцы с трассы Р-04 на пресс-конференцию в Черкасском управлении нацполиции, посвященную безопасности дорожного движения. Я просто покажу вам некий защитник. И так приважно показать, что такая фракция. Значит, это еще на самом деле. Правоохранителей ноу-хау дорожников, мягко говоря, удивило. Неприпустимо, чтобы любая фракция находилась на проезжей части. Это небезопасно. Хочется, это будет маленькая фракция, хоть это будет крупная фракция. После нашего письменного обращения чиновники пообещали разобраться, почему дорожники латают ямы камнями. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал Интер, Черкасская область. Ивано-Франковская область приходит в себя после проливных дождей. Стихия бушевала в регионе на выходных. Она делала много бед. Ливни затопили села и города, спровоцировали оползни. Не обошлось без жертв. Подробнее в следующем материале. На Прикарпатии стихия обрушилась еще в пятницу вечером. В городе Еремче ливень почти мгновенно превратил улицы в бурные реки. Затопленными оказались около десятка дворов. Местами выпал и град. Ледяные гранулы достигали сантиметра в диаметре. А это уже кадры из Калужского района. В селе Слободка вода поднялась почти на уровень окон. Во дворе Светланы пройти невозможно даже сегодня. Вода сошла, но оставила после себя сплошное болото. Женщина подсчитывает убытки. Говорит, больше всего пострадала летняя кухня, где хранились запасы на зиму. А в горных районах непогода спровоцировала селевые потоки. Уровень воды в реках существенно повысился. В Косовском районе это привело к несчастному случаю. В селе Стопчатов автомобиль, переезжая через реку, перевернулся. В салоне находилось три человека. Один погиб, еще двоих пассажиров удалось спасти. Один из пассажиров находился на автомобиле, но самотужки выйти на берег ему не удалось. Рятувальники отправили человека на берег. Вероятно, человеки хотели скоротить свой шлях. Вырешили переезжать реку в Брид. Но, поскольку происходили опыты напередине, и уровень воды в реке поднялся, и, возможно, это им не помогло использовать таким коротким шляхом. В Верховинском районе из-за непогоды отрезанными от внешнего мира оказались сразу пять сел. Оползень повредил автомобильную дорогу. Это внаследование сильных дождей. В СУ в районе села Красник снова начало немного действовать. Из-за того, была закликана терминовая комиссия, в соответствии с которой было выделено 500 тысяч на полевно-мастильные материалы, для того, чтобы ликвидировать этот СУ. Еще 200 тысяч гривен сегодня выделили из областного бюджета. Движение на аварийном участке уже частично восстановлено. Полностью ликвидировать последствия чиновники обещают в ближайшие два дня. Анастасия Крылатая, Жанна Дучак, Зиновия Автоназ. Подробности телеканал Интер, Ивано-Франковская область. В Киеве решили объединить неотложную и экстренную медицинскую помощь. С 1 сентября, чтобы вызвать врача, нужно набрать общий номер 103, и оператор решит, какого именно специалиста необходимо отправить к больному. Главное цель нововведения – улучшить качество экстренной медицины и усилить контроль за врачами. Главное цель, что мы говорим по регионам на сегодняшний день. Сокращаются эти пункты, их закрывают фактически из-за нерентабельности, потому что невыгодно громадам держать. Довоз пациента, который составляет приехать в скорой помощи, например, даже Тростенецкий район. Я беру Винницкую область, я возьму из Будо Сумскую область. Я возьму там дорог нету. Как везти этого пациента и куда? Волонтеры-строители, около 30 молодых людей, в том числе и европейцы, ремонтируют жилье для многодетных семей и помещения в школе-интернате. Причем профессионалов среди них нет. Все подробности в нашем сюжете. В городке Лебедин у волонтеров три объекта. Жилье для многодетных семей и школа-интернат. Татьяна из Ивано-Франковска сейчас в декрете. На неделю оставила ребенка с отцом и приехала помочь. Сейчас работают в инклюзивной комнате. Большинство волонтеров-студенты. Строительством профессионально никто не занимается. Строительная бригада интернациональная. Большинство украинцы. Много итальянцев есть француженка. Симоне несколько лет подряд приезжает в Украину. У меня нет опыта в строительных работах, но на этом проекте я научился новому и очень благодарен за это. Бесплатный лимон сделают и для многодетной семьи участника АТО. Сейчас волонтеры работают в детской. Хочем поблагодарить и спонсорам, которые помогают, и самым молодым людям, которые работают. Они покинули все для того, чтобы нам помогли. Интересные люди, очень интересно общаться, особенно с Италией, с Францией. Очень интересно, когда они рассказывают, как у них какие-то особенности в Украине. Поделитесь, какие особенности нашей украинской культуры. Главный на этом объекте Максим Романюк. Экономист по специальности. Волонтером стал уже давно. Учит новичков. После Лебедина собирается в город Счастье Луганской области восстанавливать разрушенные во время обстрелов дома. Мы, например, будем работать в семье. Большие дети, которые берут детей в опекунство, они в одном доме, двухканатном, живут. Там, по-моему, 18-19 людей. И они им выдали один дом, но он абсолютно не придатен для жизни. В этом году Министерство молодежи и спорта выделило на проект 100 тысяч гривен. На эти деньги закупают строиматериалы и продукты для волонтеров. У нас первая половина дня – это боевничество, отбудование помешканий, малювание муралов. А вторая часть дня, после четвертого вечера, у нас культурно-освитная программа. Сегодня мы имеем день релаксу, когда мы пойдем на озеро, познакомимся с природой нашего местечка, мы имеем разные команды творческих игр. В каждом городе волонтеры работают неделю или две, потом меняют дислокацию. Андрей Кровец, Олеся Боровик, подробности, телеканал Интер, Сумская область. Евросоюз – это грязь, не заслуживающая денег, заявил итальянский вице-премьер Матео Сальвини. Он считает, что Италия не должна вносить деньги в казну ЕС, пока не будет решена проблема с мигрантами. Елена Абрамович расскажет детальнее. Вывести Италию, цитирую, из-под диктата ЕС, вице-премьер Матео Сальвини обещал еще во время предвыборной кампании. Продолжает эту риторику и теперь, во время последней встречи с избирателями, слов не выбирал. Назвал Евросоюз грязью. Европа еще раз продемонстрировала беспрецедентную грязь, которая не заслуживает наших денег. Критикой в адрес ЕС Сальвини в очередной раз разразился из-за проблемы с мигрантами. Италия недовольно вялым участием стран Евросоюза в распределении беженцев и не хочет пускать в свои порты судно с мигрантами. На прошлой неделе в правительстве пригрозили. Перестанут платить Брюсселю взносы по 20 миллиардов евро в год. В ответ еврокомиссар по вопросам бюджета Гюнтер Эдингер назвал такие суммы сказочными. Это не 20 миллиардов в год. Италия платит от 14 до 16 миллиардов. А если учесть то, что они получают из бюджета ЕС, то останется взнос всего 3 миллиарда в год. Если Италия не станет платить, ее ждут санкции, пригрозил еврокомиссар. Часть лидеров ЕС собирались в пятницу, чтобы еще раз обсудить миграционную политику. В результате последних прибывших к берегам Италии 150 мигрантов согласились приютить Ирландию и Албанию по 20 человек, а также католическая церковь. В Брюсселе согласились. Это не решение проблемы. Это произошло благодаря солидарности на границах и в обществе. Но мы не можем постоянно надеяться на эту добровольную солидарность. Нам нужны структурные меры. Правящая партия Италии тем временем рассчитывает, что ЕС хотя бы введет санкции против Венгрии, которая наотрез отказывается принимать беженцев. А еще подумывает о политике, похожей на австрийскую, когда мигрантов будут отсылать назад даже без определения их личности и страны происхождения. Но для этого придется нарушить международные конвенции по правам беженцев. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Количество электромобилей в Европе превысило миллион. А до конца года число таких машин увеличится еще на 300 тысяч. Об этом сообщила шведская аналитическая компания. В этом году европейцы купили почти 200 тысяч электрокаров. Хотя в общем на электромобили пока что приходится лишь 2% от всех покупок машин в Европе. Лидерами по продажам стали Норвегия, Германия, Великобритания, Франция и Швеция. В Гааге начались слушания об отмене американских санкций против Ирана. Иск в международный суд ООН направил Тегеран. По словам иранских адвокатов, санкции США наносят вред. И без того, цитирую, слабой экономики страны. Официальный ответ американская сторона должна дать завтра. Напомню, Дональд Трамп подписал документ о санкциях против Ирана в начале августа. Поскольку считают договор о сокращении ядерной программы односторонним. Санкции отменяют поставки из США программного и промышленного обеспечения в Иран. А также запрещают стране торговать нефтью и покупать доллары. Беспорядки в немецком Хемнице. Правые радикалы вышли на улицы в знак протеста против убийства местного жителя. Не обошлось без стычек с полицией. Подробнее Татьяна Лагунова. Беспорядки вспыхнули из-за убийства, которое произошло в Хемнице в ночь на воскресенье. Местные СМИ сообщают, в центре города подрались несколько мужчин, среди которых были граждане Германии и иностранцы. В результате потасовки от ножевых ранений погиб один человек, еще двое получили ранения. На следующий день на улицы города вышли сотни людей. Что стало причиной потасовки и кто принимал в ней участие, полиция пока не знает. Но в соцсетях быстро распространился призыв. Дескать, во всем виноваты приезжие, все на акцию протеста против иностранцев. Демонстрация прошла под правыми лозунгами. Иностранцев выгнать, Меркель отправить в отставку. По данным полиции, в демонстрации приняли участие около 800 человек. Они забрасывали стражей порядка камнями и нападали на иностранцев. Сколько человек пострадало, сказать сложно. Заявки в полицию подали двое. Граждане Сирии и Болгарии. Это неприемлемо уже заявили в офисе канцлера Германии. Ксенофобия и самосуд не имеют ничего общего с принципами правового демократического государства. Мы знаем, что в Хемнице был убит мужчина, и это ужасно. Полиция сделает все, чтобы расследовать преступления и найти виновных, которые предстанут перед судом. Так это происходит в правовом государстве. Но тому, что мы видели вчера в Хемнице, нет места в нашем правовом государстве. Для правительства, демократических политиков и, я думаю, большинства населения важно подчеркнуть. Охота на людей другого происхождения, которые выглядят иначе, и попытки распространить на улицах ненависть неприемлемы. Тем временем полиция Хемница готовится к новым беспорядкам. Сегодня вечером в городе снова демонстрация. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникиенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Британская полиция опечатала квартиру в городе Батт, где нашли тело 20-летнего парня. Полицейские, которые его обнаружили, пожаловались на плохое самочувствие после посещения квартиры. Они предположили, что там могли распылить неизвестное химическое вещество. Тем временем врачи продолжают бороться за жизнь Чарли Роули, пострадавшего от химоружия новичок. По словам медиков, состояние пациента ухудшилось. Больше знает Алексей Пшумысский. Спасти жизнь 45-летнего Чарли Роули пытаются британские врачи. На прошлой неделе пострадавшего от новичка вновь госпитализировали. С тех пор он находится в реанимации. Сегодня стало известно, что его состояние очень ухудшилось. У Чарли парализовало руки и ноги. И до сих пор проблемы со зрением. Как сообщили родственникам Роули медики, его лечат от менингита. Однако точного диагноза пока нет. Как и подтверждений тому, следствие ли это отравление. Ранее в районной больнице Солсбери, где сейчас находится Роули, сообщили. Пациентов, которые проходят лечение от отравления нервно-паралитическими веществами, у них нет. Нет. Напомню, жителя городка Эмсбери неподалеку Солсбери вместе с его подругой госпитализировали 30 июня. После того, как пара нашла флакон с ядом в парке, вскоре спутница Роули скончалась, а он пошел на поправку. Полиция утверждает, что во флаконе находилось химическое оружие «Новичок», которое перед этим использовали против скрипалей. Однако Чарль и его подруга получили куда большую дозу. Они думали, что это духи и опрыскали себя веществом. Напомню, Британия обвиняет в отравлении скрипалей Россию. В Москве это отрицают. Пока что британские спецслужбы продолжают расследование. Тем временем в США сегодня вступают в действия новые антироссийские санкции. В ответ на Солсборгский инцидент, Россия еще больше ограничила доступ к международным финансовым рынкам, а также запретили экспорт в страну некоторых электронных компонентов и авиационных комплектующих. Не исключено, что вскоре к США могут присоединиться и в Евросоюзе. Британцы просят у Брюсселя усилить давление на РФ. Этот вопрос могут поднять уже в ближайшие дни на встрече министром иностранных дел ЕС в Австрии. Из Лондона Алексей Пшемыский, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Макулатура как средство к существованию. Жители Гонконга зарабатывают, сдавая бумажные отходы. Большинство из них пожилые люди. Значительную часть бумаги перерабатывает Китай. Однако Поднебесная перестала принимать вторсырье из автономии. Чем это грозит Гонконгу. Далее в сюжете. Ау Фанг Ян вместе со своим мужем собирает картонные коробки на улицах Гонконга. Делать это женщина начала почти 50 лет назад, после увольнения. Сначала она работала на заводе, а затем курьером. Именно на полученные от макулатуры средства пенсионеры живут и даже приобрели собственное жилье. Работают по 14 часов в сутки. Прохожие смотрят на нас искоса. Дескать, вы такие старые. Идите домой. Зачем вам собирать эти картонные коробки? Иногда я с ними ссорюсь. Чего это я должна сидеть дома в четырех стенах и ждать выплат от правительства? Все картонные коробки женщина складывает и грузит в тележку. За день Ау Фанг Ян зарабатывает около 40 долларов. Чтобы получить деньги, ей нужно сдать 300 килограммов картона. Сейчас у меня уже болят суставы, немеют руки и плечи. Хуже всего, когда я поднимаюсь по лестнице. Спускаться мне немного легче. Но я не хочу ни от кого зависеть и буду работать, пока хватит сил. Большинство сборщиков макулатуры – пенсионеры. Ранее использованную бумагу на переработку в основном принимали другие регионы Китая. Однако теперь они отказались от этого. В самом Гонконге предприятий по переработке вторсырья немного. А сборщики макулатуры ежедневно находят на улицах города около 200 тонн использованной бумаги. И теперь беспокоятся. Если ее больше не будут принимать, они потеряют свой заработок. Александра Осипова, подробности, телеканал Интер. Как в очередной раз оконфузился Дональд Трамп и каким образом в ананасах в Мадриде оказался кокаин. Об этом и не только. Далее в нашем обзоре. Полиция Мадрида изъяла партию ананасов с кокаином внутри. В пустой кожуре каждого фрукта находилось около килограмма наркотиков в виде цилиндра, залитого парафином. Всего правоохранители обнаружили 67 килограммов кокаина в фруктах. Ананасы прибыли в Испанию из Португалии, куда их доставили на корабле из Коста-Рики. Полиция арестовала семерых подозреваемых в наркоторговле. Хотели как лучше, а получилось как всегда. В Испании огромные шары, которые должны были стать безопасной альтернативой быкам во время традиционного забега, продолжают травмировать людей. В Мадриде второй год подряд по холмистым улицам пускают 250-килограммовые сферы, от которых пытаются убежать участники забега. Накануне такой шар серьезно травмировал 29-летнего парня. В прошлом году один из участников в полком и после полученной травмы. В Чехии впервые в истории в августе зафиксировали заморозки. В ночь на понедельник на всей территории страны, кроме Праги, температура резко упала до 10 градусов. А на юге впервые зарегистрировали 8,5 градусов ниже нуля. Метеорологи объясняют резкое колебание температуры изменением климата, вызванным глобальным потеплением. С корабля на бал. На испанском побережье мигранты пришвартовали свою лодку на пляже роскошного отеля. За высадкой полусотни нелегалов туристы наблюдали накануне. По словам очевидцев, прибывшие сначала побежали в сторону пятизвездочного отеля, а потом бросились к скалам спасаться от правоохранителей. Сегодня утром гражданской гвардии удалось поймать 25 нелегалов. 19 из них несовершеннолетние. Все прибыли из Марокко. Цвет настроения синий. Дональд Трамп оконфузился, раскрашивая американский флаг. В детской больнице в Угайе он вместе с супругой и маленькими пациентами занимались рисованием. На фото видно, что президент закрасил полосу американского флага в синий цвет вместо красного. Эта вариация взорвала сеть. Пользователи предположили, что Трамп решил превратить американцев в нидерландцев или россиян. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности.ua в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова